Нелепые ошибки игроков 4-бет, который ставит Родригес, неправильно истолкован дилером, поскольку, судя по всему, Родригес не собирался ставить никакого 4-бета, а хотел заколировать 3-бет Сахамеса, но ошибся, ошибся с размером, и поэтому, как говорят наши англоязычные коллеги, 5-бет камень, то есть тут же 5-бет ставит Сахамес. Даже пришлось пригласить турнирного директора для того, чтобы решить эту ситуацию, и вот такой флоп, валет-валет 5, тут понятно, что и тому, и другому придется блефовать, если они хотят забрать этот банк. Да, но Сахамес-то в позиции, и Ларис Сахамес в позиции блефовать ему чуть-чуть проще. Обратите внимание, что всего 35 игроков остается в турнире, больше тысячи было, то есть это очень глубокий проход, и, конечно, уже не хочется так просто вылетать здесь. 180 тысяч ставит Сахамес и калирует Родригес, снова, похоже, ошибаясь с размером. Вот как так можно, да? Ну, просто он не очень опытный игрок, наверное, в этом проблема, но вообще уже все смеются, когда ты второй раз за одну раздачу допускаешь такую ошибку, это странно. Опять Лука Вивальди, главный флор-менеджер турниров ЕПТ, приглашен к столу, объясняет ему, что, старик, ну, давай так, если кол, то кол, насыпай столько фишек, сколько надо, если пересыпал фишек, извини, это рейс. Да просто словами надо говорить, это правило, которое, мне кажется, любой, кто приходит в живой покер, должен выучить сразу. А вот девятка-то приходит на терния для Родригеса. Да, наконец-то нашел усиление в этой позиции себе. Родригес... Но Сахамес продолжает ставить. 400 тысяч отправляет он в этот банк. Надо сказать, что сам Родригес не очень опытный игрок, он живет в Барселоне, действительно, играет, работает в отеле, играет по местным казино, то есть это какие-то фантастические деньги для него, очень глубокий проход, и вот таким блефом он вышибает из банка профессионала из Финляндии. Следующая раздача здесь Даниэль Негриану, человек, который уж точно обладает максимальным опытом и тоже ошибается в размере ставки. Обрати внимание, Павел, с какой рукой он ошибается в размере ставки. Если ты думаешь, что это не ошибка? Кстати, Даниэль Негриану такие ошибки регулярно замечаются. Вот так, на секундочку, открывается 11х рейзов, то есть 11 блайндов он ставит и потешается, потешается, все выбрасывают карты в пас. Кроме? За исключением, да, за исключением Сильвермана, который поднимает на большом блайнде король валет одномастный. Гигантский префлоп рейс получился. Стив Сильверман, в принципе, мог бы совершенно спокойно из этой раздачи уйти, но он воспринимает за чистую монету этот блеф не покерный, но жизненный Даниэль Негриану, и поэтому считать, что у него неплохая рука в такой ситуации. Да, можно, наверное, и украсть этот банк, поставив алл-ин. Ну, остается Негриану за спиной меньше 400 тысяч, он не может с рукой Туз Король, конечно, отсюда уйти, и оказывается, что Негриану Туз Король Сильверман ошибся, считая, что это блеф. Мисклик в реальной жизни, может ли такое быть? Очень даже может быть, но вот лучше всего, когда ты мискликаешь, иметь все-таки руку Туз Король. Хотя бы, хотя бы обаятельный парень Даниэль Негриану, и кажется, что даже проигрывать ему не так страшно. Поехал стрит-дро для Сильвермана, и у него целых 7 аутов. Ну, гадшот ему может дать победу, и валет, собственно. То есть дамы валет 7 аутов, поэтому чуть-чуть напрягся обладатель шести браслетов в СОП, но нет, Туз спокойно оставляет его с большим стэком. Ну и Сильверман тоже остается в турнире. Тот же самый у нас турнир, и здесь Игорь Курганов и Фредди Диб. Игорь Курганов на лимб от Фредди Диба, тоже обратив внимание, с Тузом Королем, из стэков 60 с лишним тысяч ставит 45. Очень странно, у него за спиной остается почти ничего. Очень маленький, да, стэк остается за спиной, и Фредди Диб со словами «Наверное, я устал, но я кол». Да, тут нужна еще такая специальная озвучка, но Туз 6-10... И не просто кол, Паша, а кол и вслепую бет подолым еще префлоп. Ну это интересно, конечно, зачем это было делать. И начинает Диб разговаривать. Я говорю, дам тебе сейчас, смотри, всю информацию. Когда я увидел, что я поставил слишком много денег, я решил сделать кол, но это потому, что я просто уставший очень. Да, но тебе, говорит, решение принимать. И решение примет Игорь Курганов, знаете, какое? Пас, оставляя чуть-чуть фишек. И что самое интересное, в этом турнире он войдет в деньги. А Фредди Диб вылетит девятым на финальном столе. Вот как важно принять правильное решение в нужный момент. Ну, потому что Диб дал ему информацию, всю возможную. Спасибо большое тебе за это, Фредди. Следующая рука у нас Барселона Мейн-Ивент 2014 год. И смотрим, как открылся Дэн Шак и получил Ал-Ин от игрока по фамилии Чарария. Камай Чарария. Ничем неизвестен он покерному миру, в отличие от Дэна Шака. Ну и думал, 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 ничего не придумал лучше, чем заколировать Стус Валет. Ну, в общем, нормальное совершенно решение. А теперь посмотрим, в чем же здесь Цимис. На флопе у нас 8-5-2. Никому ничего не пришло. Шесть аутов у Чарарии. И его дама! Оказывается, очень к месту. Но флэш-дро у Дэна Шака. Нет, это шестерка крестовая, поэтому проигрывает эту раздачу. И вот эта гениальная история, Чарария неправильно понял свою руку. Он думал, что у него пара дам, а это была дама 9. Но если человек путает девятку и даму, то в ответ получает более-менее играбельный стэк. Хотя Дэн Шак тоже, как мы видим, еще в торгере. Не повторяйте этого никогда, а вместо этого подписывайтесь лучше на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok